Приветствую, друзья. Давайте поговорим о таком болезненном для многих россиян вопросе, как санкции. Неважно, живет ли вы в России или вынуждены покинули родину, до тех пор, пока у вас есть российский паспорт, вопрос санкций касается вас лично. Так или иначе. Например, я тут не исключение. У меня есть только один паспорт российский, а значит и санкции в отношении россиян, в том числе, касаются и меня. Россия – мировой чемпион по санкции. По состоянию на сейчас в отношении нашей страны введено более 18 тысяч санкций. У ближайших преследователей Ирана и Сирии 5 тысяч и 3 тысячи санкций соответственно. При таком количестве санкций их эффективность и осмысленность, безусловно, очень отличаются. Ну вот, какая логика стоит за санкциями? Какие санкции работают на окончании войны? Какие могли быть сформулированы точнее, а какие совсем вредны или бессмысленны? Это важные темы для разговора. В моем инстаграме, кстати, если вы еще на него не подписаны, то обязательно подпишитесь, я провел опрос. Какие санкции самые болезненные для россиян? Подписчики ответили. Уход платежных систем, отмена авиасообщения и визовые проблемы. Ну что ж, давайте разбираться. Неработающие карточки международных платежных систем – это и правда большая проблема. Вы не можете оплатить за международные онлайн-сервисы, за подписки, за Netflix или Microsoft. Вы не можете нормально путешествовать, поскольку для бронирования жилья или билетов тоже нужны карточки. Для многих россиян даже эмиграция из страны стала значительно сложнее. Нет карточек, нет доступа к своим деньгам за границей. Нет доступа к деньгам, вы не можете обустроиться на новом месте, получить доход от российского источника. Или использовать деньги, например, от продажи имущества в России. Более того, совершенно справедливым является ощущение бессмысленности такой меры. Ну правда. Если менеджер среднего звена в Питере не сможет оплатить Netflix, разве режим Путина рухнет? Или если переехавший в Грузию айтишник больше не сможет получать деньги от своего российского работодателя? Остановится ли война? Нет. А режим не рухнет, война не остановится. Тогда зачем введены санкции против обычных россиян и их карточек? Хороший вопрос. Ответ на него будет достаточно неожиданным. На самом деле никто не вводил санкции против держателей международных карт в России. Санкции не вводили, но карточки не работают. И вот почему. Российские карты международных систем привязаны к российским банковским счетам. Когда вы используете вашу визу или мастер-карт, вы платите со своего счета в Сберии или Тинькове. Грубо говоря, когда вы оплачиваете Netflix или отель в Турции, то с вашего счета в России деньги через корсчет банка должны идти за границу. Так вот, санкции на самом деле наложены на российские банки. Именно с ними нельзя иметь дело международной организацией. Цель запретить россиянам карточки не ставилась. Но просто невозможно забанить российские банки и не затронуть держателей карточек. К сожалению, рядовые россияне стали в такой ситуации с заложниками. Можно ли было обойтись без санкций против российских банков? Наверное, нет. Помните, мы говорили, что режим не рухнет и война не остановится, если обычный россиянин не оплатит Netflix? Это правда. Но санкции против путинских банков реально работают. И ограничивают возможности для ведения войны. Чем сложнее Кремлю гонять деньги за границу, тем меньше микросхем, прицелов и станков он купит. Тем меньше ракет и танков сделает. Тем больше людей в Украине останутся живы. Можно ли как-то сделать, чтобы и возможности для ведения войны ограничивать, и россиян меньше ущемлять? Можно. Мы поговорим об этом. Но сначала про проблемы с международными авиасообщениями. Вот в отношении авиасообщения действительно есть санкции. Уже в первой неделе после полномасштабного вторжения в Украину большинство европейских стран и США закрыли свое небо аэропорты для российских самолетов. В ответ Росавиация запретила полеты над Россией европейских и американских компаний. Почему же европейцы и американцы пошли на этот шаг? Обоснование этого шага было больше этическим, чем экономическим. Европейские и американские власти закрыли свое небо для российских самолетов просто как для представителей воюющей страны. При этом сами они понесли серьезные убытки. Например, рейсы из Хельсинки в Токио раньше занимали 9,5 часов, а теперь 13. И стоимость топлива на таких рейсах возросла на почти 20 тысяч долларов. По сути, логика заключалась в следующем. Если Россия декларирует войну с Западом и НАТО, то пускать россиян на Запад не следует. В этой логике вводились и визовые ограничения. В сентябре 2022 года Евросоюз отменил упрощенный режим выдачи туристических виз. Украина предлагала вообще полный запрет на выдачу таких виз, и часть стран даже его ввели. Но остальные страны запрет не поддержали. В России россияне по-прежнему имеют возможность въехать в страны ЕС и получать туристические визы. Страны Балтии, а также Польша, Чехия и Финляндия полностью запретили пересечение границы для россиян с туристическими целями в сентябре 2022 года. Попасть в эти страны все еще можно, но не через их границы, а из третьих стран. Авиакомпании иногда снимают с рейсов россиян, летящих в эти страны, даже если есть визы. Вот из такого беглого обзора наиболее болезненных для россиян санкций явно видна их несправедливость и плохое целеполагание. Про то, что неработающие карточки россиян не помогут свержению Путина, я уже говорил. Но и с визами, и с авиаперелетами ситуация не лучше. Предположим, вы идейный и давний противник путинской власти. Вы ходили на митинги, сидели под административным арестом, протестовали против начала войны. И вот вам надо бежать от этого режима. Бежать, чтобы не сесть за якобы фейки про армию, или чтобы не попасть под мобилизацию, или чтобы просто не платить налоги, которые пойдут на войну. Бежать – это сложный и плохой выбор. Вы оставляете родных, круг общения, имущества, социальный статус. Идете на жертвы, чтобы не поддерживать войну. И тут выясняется, что карточки не работают, визу не дают, машину не пропускают. Уйти можно только пешком через Верхний Ларс, или вообще бежать через Казахскую степь. Вы против войны, вы на стороне добра, но вы никому не нужны. Хотя в тот же самый момент с Березкина снимают европейские санкции. Это разве справедливо? Нет. Почему так? Давайте посмотрим на эту историю с другой стороны. Должен ли Запад вводить санкции? Да, должен. Должен, чтобы обозначить свою позицию неприятия агрессивной войны. Должен, чтобы затруднить Путину ведение боевых действий. Должен, чтобы перекрыть диктаторскому режиму лазейки по любому влиянию на западную политику. Должен, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной. Можно ли достичь всего этого, но так, чтобы не задевать или задевать по минимуму простых, и тем более антивоенных россиян. Можно, но дико сложно. Вот пример визы. Понятно, что впускать в Европу людей, не поддерживающих войну, стоит. А Петрова, Баширова и жен чиновников-коррупционеров не стоит. Но вот как европейским властям их отличить? И главное, где им взять столько ресурсов на проверку? Или вот счета в банках? Надо ли давать переехавшему айтишнику просто и быстро открывать свой счет в Нидерландах? Конечно, пусть лучше работает на какой-нибудь стартап, чем на путинскую оборонку. Но как европейским властям отличить айтишника Иванова от Иванова, который кошелек какого-нибудь Мантурова или Эртенберга? Тяжело. Проще всем Ивановым закрыть счета. Не потому что русофобия, а потому что так дешевле и проще. И так обстоит с большинством санкций. Они плохо таргетированы, поэтому не всегда эффективны, часто несправедливы. Но не потому что кто-то в мире ненавидит россиян, а потому что не хватает ресурсов, не хватает экспертизы. А делать что-то надо. Вот ищут, как в анекдоте, бумажник под фонарем, а не там, где они его потеряли. И вот хорошим примером, кстати, будет введение ценового потолка на российскую нефть. Ну, потолок ввели, а Путин по-прежнему получает рекордную валютную выручку от продажи нефти. Как же так? А вот просто нет экспертизы. Просто не поняли, что сделали. От поставок российского газа Европа так и вовсе не отказалась, несмотря на то, что деньги за этот газ идут прямо в путинский Газпромбанк и тратятся прямо на войну. Европейские политики в период кризиса стараются не отрезать резко свои экономики от российского топлива. В итоге получается несправедливость для обычных россиян. Я это осуждаю и сочувствую россиянам. И так во многом. И это не злой умысел. Это реально говоря то, как работает демократия. У любой группы, у любой общности, у любой идеи должны быть свои политические представители. Никто не будет заморачиваться вашими проблемами, если вы их не артикулируете. Вот у введения санкций есть представительство и поддержка. Западные избиратели требуют от своих властей наказать агрессоры. Политики представляют этот запрос. Украинское общество требует того же. Их политики на международной арене лоббируют санкции. А у российского антивоенного сообщества пока с таким представительством слабовато. А это единственный способ заявить свои интересы и отстоять свои права. На Западе экспертизы и ресурсов, чтобы сделать санкции справедливыми и таргетированными, нет. А у нас-то у самих есть. Вот простой пример из недавнего прошлого. Россиянке Марии Карташовой было отказано в получении канадского гражданства из-за заочного приговора в России за фейки про армию. За этим не было злого умысла. Просто бюрократия. В Канаде есть похожая уголовная статья за фейки. Вот они формально подошли. Но нет у них экспертизы по российскому правоприменению. Мария обратилась в наш антивоенный комитет. Мы сделали бумагу в адрес канадских властей. Может быть, были и другие письма от других российских антивоенных и правозащитных организаций. Результат – Мария Карташова получила паспорт. У вас есть экспертиза. У вас есть политические представители. У вас есть пусть локальное, но решение проблемы. Похожий сценарий был с санкциями в отношении переводов россиян за пределы Европейского Союза. Уперлись все вместе, обратили внимание европейских политиков. И в результате разрешительный режим, по сути закрывающий россиянам возможность нормально существовать в Европе, не прошел. Сейчас занимаемся ограничениями на въезд автомашин с российскими номерами. Задача непростая на фоне антиевропейской кремлевской пропаганды, но частично решаемая. В мире нет, ну или не так много, намеренной дискриминации россиян. Но есть недостаток в представительстве. И вот уже у упоминавшегося кошелька путинских приближенных и, к слову, душителя российской прессы Березкина, такие представители были. Лоббисты и адвокаты. И с него сняли часть санкций. Кстати, мы будем работать, чтобы эти санкции вернули на место. Это будет справедливо. А вашими представителями готова быть российская антивоенная оппозиция. Реально готова. Просто ей тоже нужна поддержка. Ваша поддержка. Поддержка в распространении информации. Поддержка инициатив. Политическая поддержка, наконец. Да, вы нас не выбирали, поскольку выборов нет. Да, мы не всегда достаточно организованы и консолидированы. Не всегда коммуницируем лучшим образом. Но мы антивоенная демократическая оппозиция на вашей стороне. И я на вашей стороне. На стороне тех россиян, кто против войны. Санкции, о которых мы говорили, это болезненная объективная проблема для многих из тех, кто эти санкции не заслужили. Но, к сожалению, санкции – это также неминуемая и необходимая мера в условиях войны. Санкции не отменят полностью до тех пор, пока не закончится война и не уйдет Путин. В то же время в наших общих силах сделать санкции более справедливыми, эффективными и осмысленными. Счастливо вам. Я сочувствую всем, кто несправедливо страдает от антипутинских санкций. Но изменить ситуацию можем только мы сами. Продолжение следует...